Вечер всем. Пожалуйста, отпишитесь в чат. Видно меня, слышно? Как вообще со звуком? Здравствуйте всем. Спасибо, что пришли. Очень много народу на вебинаре. Это говорит о том, что это нужная тема. Всё слышно? Ага. Хорошо. Всё. Обратная связь есть. Итак, мы начинаем. Сегодня у нас вебинаре на такую интересную тему, как ораторское искусство. Я выбрала эту тему неспроста. Это моя специализация. Для тех, кто не знает, я актриса драматического театра, также режиссёр драматического театра. 15 лет я в этой области. Собственно, ораторское искусство – это одно из моих специалистов. Которое, которое я также преподавала, поделюсь с вами своим опытом. Дам какие-то техники. А там уже всё, конечно же, как и всё в нашей жизни, зависит от вас самих. Всё зависит от нас самих. Неспроста мы поставили этот ролик о том, что папа врёт. Наверняка вы слышали и видели этот ролик. Меня он трогает вообще до глубины души. Позволяет задуматься вообще о многих-многих вещах. Зачем мы стараемся. Но та мысль, которую я хотела донести этим роликом, говорит о том, что дети интуитивно, абсолютно интуитивно обмануть детей нельзя. То есть они чётко видят, что вы делаете, как вы делаете. И зависит их воспитание только от вас. Чем больше у вас навыков, тем быстрее, чётче будут расти ваши дети. Поэтому ценность ораторского искусства именно в том, что это навык, которым вы хотите или не хотите обладать. Итак, начнём. Сегодня будет у нас базовый курс. То есть это общее понятие об ораторском искусстве. Я запланировала несколько вебинаров на эту тему. Потому что всё в один час как бы впихнуть невозможно. Даже в три часа. То есть техник очень-очень много. Я постараюсь в нескольких вебинарах это вам дать. Итак, сегодняшний план нашего вебинара. Понятие ораторского искусства. Что же это такое? Вообще с чем это едят? Второе – это роль речи в ораторском искусстве. Собственно, это сам инструмент, с помощью которого вы доносите информацию публике. А также домашнее задание. Домашнее задание – это очень тоже важная вещь. Потому что ораторское искусство состоит из практики. То есть много можно чего знать. Много. Вот просто сказать «я знаю». Но этого недостаточно. Вы не будете хорошим оратором. Вы не будете хорошо проводить собеседование. Вы не будете достаточно эффективно общаться с людьми, если вы не будете практиковать. Итак, с чего мы начнем? Что же такое ораторское искусство? Вот как бы первое, что попадается вообще в поисковике в Google – это вот вы набираете «ораторское искусство», вылезает в Википедию, и вот как бы собственно само понятие ораторского искусства – это искусство красноречия. Все знают, да, что такое красноречие. Это понятие пришло к нам издревле. Оттуда до сих пор вот как бы такое некое образное понятие красного словца. Такого, да. А также это искусство публичного выступления с целью убеждения. То есть ораторское искусство не может существовать само по себе. То есть это какая-то лекция, все равно у этой речи есть цель. И эта цель – это убеждение в чем-либо. То есть вы преследуете какую-то цель, находите какие-то инструменты и доносите все это до публики, которые вас слушают, будь это один человек, будь это три человека, будь это многотысячная толпа, вы стоите на сцене. Что же входит в ораторское искусство? Это риторика, как я это называю, умение складывать слова в предложения. Ну, так, вкратце, да, то есть оно, конечно, подразумевает под собой очень много разных лингвистик там и так далее, но мы не будем углубляться в это все, потому что нам нужны больше, ну не то, что поверхностные знания, умение этим инструментом владеть, да. Второе – это актерское мастерство с точки зрения подачи. Как же вы подаете эту информацию? То есть будь это какое-то юрористическое, да, выступление ваше, либо это будет лекция, либо это будет собеседование, либо оно будет нести агитационный характер. То есть какова подача? То есть либо тихо, спокойно, мило вы, ну как бы, подаете это все, да, либо это агитация, как стоял Маляковский, да, на сцене, и вот этой рукой, как стоял Ленин на броневике, рукой, да. А также в него входят психологические техники. Психологические техники – это тоже очень разносторонняя такая тема, которую нужно подбудже, как бы, ну, поиличать. Вот три основных таких инструмента, которые способствуют достаточно хорошему выступлению оратора, да, входят в искусство. Скажите, пожалуйста, прежде чем вот мы перейдем к естественному красноречию, у кого из вас было уже публичное выступление? Напишите, пожалуйста, в чат. У кого уже был опыт, чтобы я понимала, какова аудитория, так скажем. Не стесняйтесь. Восемь. У восьми человек было публичное выступление? Девять. Так, это все? На ПЕД-совете, да. Да, это публичное выступление, конечно. Здесь было двенадцать. Ну, хорошо. Стоп-игра. Смотрите, я вас убеждаю в том, что у каждого из вас, который сегодня находится на этом вебинаре, а также вокалом, да, тоже публичное выступление, у каждого из вас было публичное выступление. Даже те, кто не занимаются вокалом, те, кто на ПЕД-совете не говорил какие-то речи, у каждого есть. почему, как вы думаете? Есть варианты? В школе у доски, да. общение с людьми, да, в институте. Да, все правильно, все верно. То есть, очень важно понимать, когда вы начинаете заниматься ораторским искусством, что это часть нашей жизни. Каждый из вас был когда-то на свадьбе, когда-то на похоронах, не дай бог, да. То есть, в любом случае, такая элементарная вещь, как тост, это уже является публичным выступлением. Также на ПЕД-совете, когда вы выступаете, когда вы говорите о чем-то, да, то есть, вас слушают люди, это уже публичное выступление. И их внимание зависит от того, как вы преподносите эту информацию, с какой вы энергией ее даете, да, от вашей харизмы. От этого будет зависеть дальнейшее ваше выступление. Для этого нужно обладать какими-то определенными навыками. Что же такое естественное красноречие? Вот смотрите. Есть ситуации, которые мы подсознательно, как бы, ну, не контролируем, да. То есть, вот на первой фотографии мужчина, да, это всем известный фильм «Один дома», когда на него падает сверху паук, и он начинает кричать. То есть, он не пользуется сознательно какими-то техниками. Он не берет дыхание правильное, он не открывает рот, да. У него это делается автоматически. Он «А-а-а!» Он открывает рот и начинает кричать. Да? То есть, это тоже красноречие, громко говорить. Возможно, кто-то из вас думает о том, что он тихо разговаривает. Вот, пожалуйста, вам ситуация. Если вы попадете в нее, откуда будет, что возьмется красноречие автоматически, да. Вторая картинка рядом. Вот лыжник едет с горы, да. Вы стоите со стороны зрителя. У вас тоже проявляется красноречие. Вы четко знаете, что вы хотите от этого лыжника. То есть, беги быстрее, быстрее. Я за тебя. А-а-а! Тоже. Специальные техники сюда абсолютно не входят. То есть, вы делаете это автоматически, да. То есть, вы действуете своим словом, крича ему «давать быстрее!». Третья картинка вот внизу, да. Два человека стоят на двух берегах этой реки. Один другого увидел, понимает, что это какой-то, допустим, родственный, которого он сто лет не видел. И тут он вдруг появился. Вы начинаете автоматически действовать словом «Эй! Эй!» Кричите ему, да, на ту сторону реки. Тоже абсолютно неосознанно это делаете. То есть, «Эй! Иди сюда! Скорее! Скорее! Иди сюда!» И он вас слышит. Он вас слышит, он вас понимает. Он четко понимает, чего вы от него хотите. Да? Ну и последняя картинка, то есть, это свадьба. Это когда эмоциональное ваше состояние выражается в словах. Вы берете в хорошей, позитивной атмосфере, вы берете бокал шампанского, и вы от души говорите хотя бы одно слово. «Борька!» Да? То есть, вы произносите его четко, вы четко подаете его туда, то есть, все понимают, что вы хотите этим сказать. Понимаете, да? То есть, естественным красноречием обладает абсолютно каждый человек. Даже если он вообще не думал о том, чтобы заниматься ораторским искусством, да зачем это нужно. Да? То есть, оно уже в нас сидит. Вот как пробудить это и сделать это техникой? Итак, откуда взялось же вообще ораторское искусство? То есть, истоки – это Древний Рим и Древняя Греция. В те времена не было интернета, особо заняться было нечем, кроме как копать землю, да, что-то строить, обустраивать свое жилище. Это все вышло изнутри из-за необходимости. Так что за необходимость такая была в ораторском искусстве? То есть, в те времена было очень много людей, да, народ. Вот, как видите, сцена, да, построена в таком, в круглом таком состоянии, да. То есть, как они их строили вообще? То есть, когда человек стоит посередине вот этой вот площадки, да, ну, не докричаться до последних рядов этого, допустим, там, Колизея, да, поэтому в пол строили специально вот эти здания, да, строение. Таким образом, в пол зарывали большие такие горшки полые, то есть, они были пустые внутри. Они давали эхо. Звука нет. У всех нет звука? Звук есть, скажите? Есть, хорошо. То есть, вот эти горшки, они давали эхо. И вот тот, кто был в оперном театре, если не были, обязательно сходите. На первый ряд никогда не садитесь. Садитесь всегда на последний. Потому что структура этого здания сделана следующим образом. Если даже актер или певец говорит шепотом, на самом последнем ряду слышно. Да? То есть, ораторское искусство тогда было одним из видов развлечений, как и, впрочем, сейчас. То есть, ведущие между номерами, ну и так далее. То есть, многочисленные. А также это было мощным, мощным таким инструментом для продвижения политики. Как и сейчас. Ничего не изменилось. Но это очень важный инструмент. В принципе, для каждого человека. Почему? Потому что каждый из нас приходит в какой-то институт. Да? Все видели, что люди подразделяются на разные психотипы. И всегда привлекали внимание люди, которые владели словом. То есть, им давали больше выходных, повышали оценки и так далее. То есть, это инструмент. Инструмент к успеху. Инструмент к тому, чтобы быстрее добиться своей цели. Поэтому каждый человек, если он обладает этими инструментами, может быстрее просто дойти до того, чего он хочет. Особенно это относится, конечно, к нашей работе. Как вы знаете, что искусство убеждения у нас как нельзя нужно. Нужно. Просто необходимо. Какие есть средства общения между людьми? Есть языковое. Это сама, собственно, речь, которая состоит из каких-то определенных фраз. Из каких-то определенных слов. Которые вы специально подобрали для того, чтобы четче выразить свою мысль. Есть не языковое. Невербальное. То есть, вот такая фраза, вот такая поза человека, да, вот такая, да, когда закрываются. Или вот такая. Вы сразу автоматически, подсознательно видите, что человек с вами не хочет разговаривать. А возможно, вас провоцирует. Да? То есть, вы считываете подсознательно с него язык жестов. Он очень важен. Важен с точки зрения осознания, понимания и умения применять его. То есть, часто видели, когда вот юристы в основном, да, которые должны обладать ораторским искусством. Однозначно, это один из инструментов, который необходим юристу. Потому что он действует словом, как бы, собственно, в суде, да. То есть, он достигает своей цели при помощи только ораторского искусства. Как бы, связанного, да, с его идеями. Поэтому невербальные жесты, они как таковые. Кто-то делает подсознательно, а кто-то делает это сознательно, да. То есть, если человек делает вот так. Все, что касается вообще рта. Когда человек вот так делает. или вот так, или вот так, или так, ну, я не знаю, я, да, я понимаю. Это говорит о том, что человек скрывает правду. Стой. Прикрывает рот. Это вот с самого детства, когда ребенок приходит, и вы его спрашиваете. Где ты был? Он говорит, ну, он не хочет говорить, и он говорит, ну, в улице, да. Он автоматически, прикрывая рот, чтобы не сказать. То есть, это уже на таком древнем уровне с самого детства у нас это остается. То есть, имейте в виду, когда человек начинает вот так прикрывать, или вот так делает, да. То есть, это уже говорит о том, как он воспринимает вашу речь. И это должно быть сигналом к тому, как дальше вы с ним будете развивать диалог. Итак, есть прямая взаимосвязь психики и речи. В чем же она заключается? Вот видите, на первой картинке вот такие нити, да, я специально нашла такую образную картинку. Когда мы разговариваем с человеком, между нами возникают вот такие какие-то невидимые нити. Мы с ним разговариваем, вы начинаете двигаться каким-то образом, да. То есть, появляются невербальные жесты, он показывает, как он к вам относится. Вы от этого делаете вывод, начинаете как-то по-другому с ним разговаривать, да. В ту или иную сторону, но в любом случае мы связываем. Будь это толпа многотысячная, когда вы стоите на сцене. Вы должны это чувствовать, чувствовать толпу. Как это сделать, вот это мы, конечно, разберем. Но есть прямая взаимосвязь. Все, что вы чувствуете, отражается внешне. В актерском мастерстве есть два таких понятия. От внутреннего к внешнему, это система Станиславского. Когда я чувствую восторг, и тогда мои руки открываются. И есть другая техника, техника Чехова. Михаила Чехова, не Антона Павловича которого, а Михаила. То есть, она идет от внешнего к внутреннему. Когда я нервничаю, я делаю руки вот так, и это придает мне уверенность. Когда женщина неуверенно себя чувствует, она начинает краситься, да, как-то одеваться по носу, и это придает ей уверенность. То есть, это от внешнего к внутреннему. Но в любом случае, ваше тело не виснет. Ваше тело полностью взаимосвязано с вашей психикой. Все, что вы чувствуете, вы показываете внешне. Вот на нижней... Ага. У меня просто этот... Вебинар есть, поэтому я уже боюсь. Внизу есть картинка. То есть, два человека поссорились. В любом случае, разговор неизбежен. Как бы мы не хотели от него уйти, это два самых близких человека, да, возьмем, как бы, теплый круг. Не многотысячную аудиторию, а вот начнем с того, кто рядом. Видите, да, то есть, по положению тела видно, в каком человек состоянии. Видно. Так, все нормально? Отвисло? Отвисло? Меня слышно? Видно? Плюсики так. Тык-тык-тык. Господи. Интернер. Все, хорошо. Нижняя фотография. Видно, как человек, в каком он находится состоянии. То есть, у него уроки вот так, то есть, мы можем предположить, в каком человек находится сейчас эмоциональном, да, таком загрузе, и что он скажет, и с какой подачи он это скажет, да. Исходя из этой информации, мы можем сами проявить какую-то инициативу и начать с ним разговаривать таким образом, да. То есть, ораторское искусство, это инициативу. Я прошу прощения сглазила. Хорошо. Итак, взаимосвязь психики и речи. То есть, понимаете, да, сразу видно, когда оратор чувствует себя не очень хорошо. Его речь вялая, он сам иногда не понимает, что он говорит, да. То есть, внутреннее наше эмоциональное состояние сразу четко выражается в речи. По-другому быть не может. Никак. То есть, все, что вы чувствуете, да, в каком вы находитесь состоянии в данный момент эмоциональном, такая ваша речи будет. Как бы прямое соотношение речи и нашей психики. Мы подсознательны вообще всегда, когда мы разговариваем с людьми, я сейчас не беру многотысячную аудиторию, да, публичные выступления, когда вы стоите на сцене и вас слушает толпа. Я говорю о каких-то собеседованиях по холодному кругу, да, по теплому кругу. То есть, это когда вы разговариваете с человеком, для начала нужно понять, что же он хочет услышать. Что это за психотип человек, то есть, какой он. И вот когда вы поймете, чего человек хочет услышать, что человек хочет услышать, тогда вы будете понимать, как и что ему говорить. То есть, это вообще основа ораторского искусства. Поэтому в первую очередь мы смотрим, что за аудитория, что за человек, да, от этого уже действуем в дальнейшем. Еще один момент ораторского искусства. Нужно сделать свое общество для человека приятным. Как это можно сделать? При помощи улыбки, да? При помощи чего еще можно? Давайте поговорим. Как еще можно сделать свое личное общество для него приятным? Вы же тогда вернее добьетесь своей цели, правда? Комплимент сказать. Да, комплимент. Да, ну для этого надо понять, с кем вы разговариваете, да? То есть, что это за человеком? Сколько ему лет, да? Чем он занимается? А есть ли точки соприкосновения? У вас... Да, звонить при собеседовании, да? То есть, понимаете, это важный момент ораторства. Посмотрите на любого оратора, который со сцены. То есть, вы смотрите ведь тех ораторов, которые вам приятны, с которыми у вас есть точка соприкосновения, которых вам приятно слушать, которые вам близки по духу, да? То есть, как бы, всем не угодишь, мы не думаем, чтобы всем нравится, да? Ну, все же, есть определенная аудитория. Это как бы общий, да, сейчас об общих понятиях. Итак, речь. Речь является основным инструментом оратора, потому что ничего другого нет. Есть только вы и ваша речь. Какая она будет, такой будет результат, да? Как устроена вообще речь, да, речевой аппарат? Вот видите, да, альвеолы – это те, которые вот вверху. Мягкое небо, язычок, губы, зубы, голосовые связки. Очень часто я слышала в своей, так сказать, актерской карьере, говорили, что я сорвала голос. Или я сорвал голос, потому что очень сильно кричал. Так вот, сорвать голос, конечно, можно, но делаем это мы сами. Мы сами психологически зажимаем мышцы. Этими мышцами мы делаем, ну, как бы, нетренированным вот этим вот мышцам такое одолжение, что они просто расслабляются, и вы начинаете хрипеть. То есть, это от силы голоса не зависит. Это исключительно мышцы. Поэтому, если, допустим, человек думает, что у него какая-то невнятная речь, что он не выговаривает, не дай бог, да, какие-то буквы, скажите, вот параллельно сейчас напишите, есть те люди, у которых есть проблемы с речью? С буквой Р, с буквой С, Н, М, не знаю, еще какие-то. Вы пока пишите, а я расскажу. Как устроена вообще речь? Когда человек думает, думает, что у меня такая какая-то невнятная речь, я не четко выговариваю, пойду-ка я пару лет займусь этим. А потом, возможно, у меня речью становится, знаете, такой перфекционизм. Я тоже перфекционист, борюсь с этим активно, да, потому что иногда он мешает, иногда помогает. Всего в меру. Но я хочу сказать следующее, что начинайте с тем, что есть. Даже если у вас есть какие-то проблемы с речью, это все решаемо вот на раз-два. Правда. Есть техники, есть определенные упражнения, которые вам дадут результат, если их делать хотя бы 5 минут в день. И сегодня поговорим об этом домашнем договоре. То есть загласные буквы отвечает только воздух, который выходит у нас из живота. То есть мы сокращаем пресс. Вы замечали, когда вам нужно крикнуть, допустим, куда-то далеко? Вы берете, да? То есть наполняете себя воздухом. Для чего? Для того, чтобы дальше он полетел. То есть вы его прессом выдавливаете из себя и кричите. И вас слышат на том берегу. То есть ничего тут сверхъестественного нет. Это исключительно воздух, выходящий из диафрагмы. И смыкание связок, которое дает определенный гласный звук. Будь это А, будь это О, будь это У, Ё и так далее. За согласные буквы отвечает язык. Язык – это исключительно мышца, которая тренируется. Так же, как мышца бицепса. Если ее тренировать, она будет четко знать, куда ей вставать. Вот так же и с языком. То есть если у вас есть какие-то проблемы, провалы, ну как бы речь сейчас не о проблемах, да, а вообще о понимании того, как происходят вот эти вот согласные буквы. То есть язык встает в определенное место и выходит. Попробуйте сейчас. То есть язык определенным образом между зубов. Такая маленькая-маленькая щелочка. И получается, когда воздух выходит, он выходит определенным образом. И получается звук С. Или буква М. М, да, то есть здесь замыкаем, и получается М, да. Или Т, Т. Язык, кончик языка встает определенным образом над верхними зубами. То есть это мышца. Если у вас впереди должна быть практика ораторского искусства, то есть вы ведете вебинар, или вам нужно провести какую-то речь на, не знаю, на педсовете, или еще где-то. Тренировка этого языка даст вам больше уверенности в том, что вы будете четче и грамотнее говорить. Да? Так. Еще момент в речи есть такой, как пауза. Как вы думаете, почему иногда мы не ставим паузу? А пауза очень важна. И для чего они вообще, эти паузы? Сколько вопросов я накидала. Отзовитесь. Почему иногда люди не используют паузу? Чтобы сделать акцент. Да. Верно. А это, видимо, приходящие сообщения. Торопятся. А куда? Почему? Почему не... Ага, боятся вопросов. Да, все верно. Все правильно. Паузы очень важны в вашей речи. Когда вы разговариваете с кем-то, причем это не важно, два человека это, или многотысячная толпа, это совершенно не важно, потому что речь ваша боятся мысль потерять. Побыстрее завершить разговор. Это связано со страхом. Все правильно. Это все входит туда. Побыстрее выложите информацию. Тут тоже возникает вопрос, а почему? Посмотрите, когда вы говорите монолог, то есть ораторская речь, это исключительно монолог. Да? Это внутренний такой эмоциональный диалог с публикой, когда вы ее чувствуете, да, и отдача идет. И при этом вы чувствуете еще больше наполнения сил и еще эффективнее начинаете говорить свою речь. Чтобы собеседник не ушел от темы разговора. И потому что боятся. Правильно? Ага. Вот, кстати, голосовые сообщения в WhatsApp исключают этот момент. Момент паузы. Забыть что-то. Вы знаете, не всегда, не всегда. Для чего вообще нужны паузы? Еще раз повторюсь, они очень важны почему? Во-первых, это сделать акцент на то, что вы хотите донести до собеседника. Да? Сакцентировать этот момент. При помощи паузы это можно сделать очень быстро. Да? То есть просто сделать паузу. И все. Человек сразу берет на себя внимание. Ну, как бы вы берете на себя внимание этого человека. Вы таким образом, как-то невербально, да, при помощи паузы говорите, обрати на меня внимание. если это, допустим, голосовое собеседование, вы даете возможность человеку высказать, а возможно и задать вопрос. То есть это тоже средство, как действие на человека. просто читает и не понимает, что говорит. Да. Сейчас я об этом скажу. Ага. Какие бывают типы, я вернусь к этому, какие бывают типы отношений слушателей к устному публичному выступлению. Видите, да? То есть, вот это все, оно входит в общую одну аудиторию. То есть, кто-то хочет конструктивного диалога, то есть, он конкретно пришел вас послушать для того, чтобы взять какие-то инструменты. Конструктивный. Давай разговаривать конструктивно. Что ты конкретно можешь мне предложить? Соглашательский. Человек пришел либо вас поддержать, да? То есть, у него есть определенные отношения. От этого зависит, что он будет делать после вашей речи. Поверхностный. Человека привели за руку, посадили, посиди, ладно, ладно, посижу. Почему нет? Ну, я слушаю, да, слушаю, опять от вас зависит, зацепите вы его эмоционально или нет, да? И конфликтный. Тоже несколько таких разновидностей. То есть, нужно понимать, что когда вы говорите речь, во-первых, вы не можете всем нравиться одновременно, потому что все люди разные, все воспринимают просто по-разному, то есть, отношения. Поэтому лучший способ это быть собой. Вы будете искренни, вы никому не будете брать, как говорилось, в первом, да, ролике. Не надо. Это делает только хуже себя. Не надо быть кем-то другим. Надо быть собой. Собой и инструментики. Рядом, рядышком положили, инструментик взяли и пошли разговаривать. Да? То есть, такие типы, типы отношений вообще слушателей к вашей речи. о том, что иногда человек просто читает и не понимает, что вообще говорит. В принципе, это относится ко многим ораторам. Причем, это не важно. Человек просто проводит голосовое собеседование, да, так как мы работаем в одной компании, поэтому я делаю такое упорное. как мы можем это вообще использовать еще в плюс. То есть, это чтение по шаблону. Почему человек это делает? Первый момент. Не хочет вникать в это. То есть, надо же просто вникнуть, разобраться, что это такое. Да? И второй момент. Должно быть непреодолимое желание этим поделиться. Вот это делает речь оратора намного эффективнее. Если у вас есть непреодолимое желание, у вас возьмутся и эмоции, и речь, и слова, и импровизация, и уверенность в себе, и желание, и вы четко знаете, что вы хотите донести до этого человека. У вас что-то взялось. У вас все возьмется. Вот это самое главное. Надо хотеть этим поделиться. Не убедить, прям сверху сесть и убедить. И, пожалуйста, послушай меня. Человек, может, это не нужно. То есть он другой психотип, ему надо как-то мягко, абсолютно спокойно все это рассказать. Зачем кричать? Да? У многих реакция. Вы видите, что это его раздражает. Начинает сменить тактику. Итак, выступление. Что же оно включает? Вот видите, да? Такой некий круг, то есть энергия 35%. Представляете? Это третья часть. это энергия. Если у вас не будет энергии, у вас не будет подачи туда. Что вы хотите сказать? То есть ваша мысль, она не долетит до адреса, просто элементарно. Как бы много не говорилось об уверенности в себе, а особенно о тех людях, которые стоят на сцене, уверенность в себе составляет совсем небольшой процент. потому что если есть энергия у человека, тогда уверенность в себе автоматически подключается. Ее не надо брать, себя вставлять. Я уверен в себе, я уверен. Это наоборот, обратный результат вставляет. Видите, да? То есть 5%. Ну, это примерная статистика, я не говорю, что это прям. То есть все индивидуально, все зависит от характера человека, который говорит. Третье, вот зелененьким, видите, да? 8% умения сказать нет. Это тоже обратная сторона уверенности. Не обратная, а примыкающая такая сторона уверенности. Если вы четко знаете, что вы хотите донести до публики, у вас однозначно это есть. Если человек говорит, а вот это и начинает вас убеждать в этом. Нет, нет, я так не считаю. Это говорит о том, что вы четко знаете, чего вы хотите. Да? Какая что вы хотите донести этим. Поэтому надо уметь говорить нет. Четвертое маркеры. Это относится к риторике. То есть умение складывать слова в предложение. То есть насколько вы подкованы в этом, сколько книг вы прочитали, насколько вы интересуетесь вообще этой темой для того, чтобы ее донести. Еще один момент. Невербалика. То есть невербалика это то, что вы используете телом. Будет интересен такой оратор, если он вот так сядет и будет говорить, да, понимаете, я вам сегодня хочу донести, все понятно здесь, даже можешь не говорить. Как бы гениально его речь не была, она будет странная, как минимум. Умение никому не нравится. Это тоже относится к уверенности в себе. Будьте уверены в том, что вы делаете. не надо всем нравиться. Еще раз, вы не делали, чтобы всем нравиться. Ораторские способности, то есть это часть, часть инструментов, которые вы используете в своей речи. Восьмое, объем личности, то есть в личность, конечно, включается вообще все, и ваши харизмы, и кем вы являетесь, какой опыт у вас есть. Это все видно. Видно человеку, когда он начинает говорить, когда он начинает складывать слова в предложение, а вы задаете ему вопрос, да, и человек отвечает, вот таким, таким вот, все, у нас сразу автоматически, подсознательно складывается некий образ этой личности. И результат того, в чем он вас убеждает, будет зависеть от этого тоже. внутренний стержень, ну, тут, наверное, не надо объяснять, да, то есть это умение проходить через какие-то препятствия. И десятый момент, мой любимый, непредсказуемость. Обязательно, обязательно его используйте, потому что, во-первых, это весело, непредсказуемо себя вести. Вот, у Али, кстати, очень хорошо, Алия, душу, да, слышите, да, Алия, мне нравится вас это. То есть элемент непредсказуемости, то, что человек от вас абсолютно не ожидает. Это сразу, моментально выдает адреналин в его крови, ему становится интересно. Это что такое? Это вы мне сказали? А, интересно. Интересно. То есть зажечь интерес. Как бы выступление само, оно должно включать в себя вот это все, а то есть вас. Да, слава Бог. Скажите, как вы понимаете слово катарсис? Напишите пару фраз. Видите график, человек его сам рисует, то есть это имеется в виду такая наша жизненная линия. Что это? Так, катарсис. Хорошо, ждать не буду. Стремление к катарсису. Вот смотрите, у всего, что мы делаем, и у нашей жизни тоже, это все есть стремление к катарсису. Катарсис это высшая точка наслаждения. Я вижу себя на яхте полугучи по морю. Я думаю, у всех есть такие мысли. Я вижу себя в суперместе, для этого есть карта мечты. Катарсис. Я достиг катарсиса. Поэтому катарсис это наивысший пик наслаждения. Вся наша жизнь это стремление к катарсису. Просто катарсис это терминология такая киношная, тверская. Возможно, просто не знаете, не сталкивались. Это не важно абсолютно. То есть стремление туда к катарсису тоже люди придумывали это слово. Вся наша жизнь она вот туда стремление. У этой жизни есть три части. Так же, как и у выступления. Так же, как у всего абсолютно. То есть первая часть такая вступительная в нашей жизни. Мы учимся, мы рождаемся, мы что-то берем для себя, потом наступает сама жизнь, падение, взлеты, что-то мы пытаемся делать и к чему мы приходим. Мы все стремимся в нашей компании к катарсису такому, чтобы нас это устроило. То есть мы видим эту точку, куда мы стремимся. Вот так же и выступление. выступление это стремление к катарсису, но не самого, а привести публику к этому к катарсису. Для того, чтобы они вышли после вашего выступления, если это публичное выступление на сцене, либо это вебинар, чтобы они ушли с чем-то. Потому что оратор, он может только говорить, он может доносить какую-то мысль. Но если ваша речь не будет приходить к какому, к вот этой точке, пику, да, чтобы человек либо двинулся, это зависит от вашей цели, либо двинулся куда-то вперед, либо получил наслаждение от того, что он побывал здесь, ой, как интересы, или еще что-то. То есть однозначно стремление. Если этого стремления нет, то оно немножко бесполезно, скажем так. какие бывают жанры выступлений, бывают развлекательные, то есть к этому относятся ведущие, да, то есть они говорят какую-то заранее подготовленную речь, то есть у них есть текст, они его присвоили себе, как будто это они говорят, то есть это техника актерского мастерства. Возвышение, очищение, оздоровление, ну да, да, просто в ораторском искусстве это немножечко трансформирование, в смысле точка наивысшего наслаждения, то куда мы вообще ведем, ведем зрителя, ведем публику, к чему, чтобы он что, что понял, что вынес оттуда с этой точки пика, да. То есть развлекательный жанр, когда вы делаете какую-то речь свою, будь это собеседование, будь это речь тост или поминальная речь, вы должны понимать какого жанра, то есть какой формы будет это выступление, то есть оно бывает развлекательным, то есть это ведущие, что-то между делом, хи-хи-ха-ха, да, но все равно это речь, то есть он что-то несет за собой. Второе это лекция, третье информативный и мотивирующий. Скажите, вот к лекции что может относиться к этому за лекцией, ну как бы слово, оно само за себя говорит, да, то есть лекция, это ман-а-тон-а-е выступление вебинара. Хотелось бы, чтобы вебинары были не лекцией, а мотивирующей, об этом сейчас поговорим. Ага, вебинар еще, еще варианты. Не стесняйтесь, пишите, только человек в чате напишите что-нибудь, кто-то же за компьютерами и за телефоном. Подумайте, что это может быть? Лекция. Лекция, то есть когда человек читает лекцию, да, то есть наше восприятие сразу автоматически срабатывает. Я в институте, я сижу в университете, неважно там в училище, и сижу и пишу. Так, что-то получающее еще. Диалог. Не совсем гуляй диалог, потому что монолог, да, монолог. То есть ораторская речь, она изначально монолог. То есть я говорю, 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 что-то гоношу. Значит, человек что-то должен это запомнить. Информация, да, информация, которую кто может вести вот, собственно, такие выступления. Запомнить. Запомнить в любом случае человек что-то должен вынести из вашей речи, иначе смысл ее. то есть нет никакого смысла в написании речи для того, чтобы ее просто рассказать, и как бы человек молодец, давай, пока. Доклад, да, преподаватель. Ага. А информативный? Они похожи, да? похожи лекции и информативный доклад выступления. Еще, еще, что такое информативный? Кто может, вот сразу не что это означает, а кто может вести как бы такую вот речь? Да? Вот он подготовил такую информативную речь. Человек, специализирующийся в чем-то, тематический, да? Тематический такой доклад. Докладчик. Ага. Вот смотрите, в общем, что я хочу сказать. То есть, когда вы готовите свою речь, пусть будет это вебинар, да? Лепо. Вы должны понимать, какого жанра будет ваша речь. Если это собеседование голосом, то какой вообще категории это может относиться? Скажите. Если это под голосом, да? То есть, это незнакомый для вас человек. Вы с ним пытаетесь говорить. В основном это монолог. Редко диалог. Да? То есть, в зависимости от человека на той стороне трубки. то есть, либо это развлекательный жанр вашей речи, либо это лекция донесения информации. Вот смотрите, донесение информации есть, есть тоже две стороны этой медали. Есть просто донесение информации. Я вам просто расскажу, а вы уже потом решите. И есть информативный. Когда мы требуем от человека, понял ли он этот материал. То есть, здесь есть разница между подачей информации. Мы можем просто подавать информацию с какой-то целью. То есть, цель в любом случае у человека есть. С другой стороны, нам нужно понимать, понял ли нас человек. Он понял или нет. В этом заключается эффективность ораторской лечи. если человек понял, как учитель на уроке. Ты понял? Не понял? Давай еще раз расскажу. И мотивирующие. В основном мотивирующие речи пишут практически все ораторы, которые выступают со сцены. А вообще речь должна включать в себя все четыре жанра. Там должен быть юмор, там должны быть какие-то истории, информация и понимание того, что человек вас понял и мотивирующий. Понимаете? Поехали дальше. Из чего состоит выступление? Видите, как я написала очень просто? Начало, само выступление и завершающая часть. То есть у всего есть три части. Хотим мы, не хотим, потому что есть у всего развитие. то есть у каждого вашего действия, допустим, вы кушаете, вступление, что это? Вы подготовили тарелку, сели, посмотрели на эту тарелку, ммм, как вкусно, да? То есть предвкушение вот этого всего. Потом само выступление, это сама еда, вы поели, хорошо, как вы ели, да? То есть быстро вы ели, или куда-то отвлекались, или шуточками кидались, или просто эффективно ели, да? И завершающая часть. Ой, хорошо, у всего, абсолютно у всего в нашей жизни есть три части, потому что это вот такой некий треугольник, да? В этом треугольнике есть пик. Вот само выступление, это пик. Это некое событие, которое происходит там, которое меняет ход, да? в результате получается финал. То есть выступление, это умение услышать человека. То есть не обязательно у него спрашивать, чего ты хочешь вообще? От того, что ты хочешь, я тебе сейчас все это расскажу. Нет. Вы спрашиваете, а сколько вам лет? Ммм, как интересно. И разговариваете с человеком, да? А потом уже уходите в монолог, сначала диалог, то есть услышьте, что ему нужно. Может ему нужно капельку, а может ему нужно много, да? Опять-таки это не относится к большой толпе. Но все равно, даже если вы стоите на сцене, с многотысячной толпой, вы должны понимать, чего эта толпа хочет. Что было перед вами? Может быть, это было очень активное какое-то выступление, да? И вы вышли уже на разогретую толпу, которая готова принимать информацию вот так, прям вот решетом, да, его можно. То есть все, она уже готова, можно начать с мотивационной речи, уже без каких-то подъездов, без каких-то подводок, да? Сделать свое общество приятным, еще раз повторюсь, да? То есть надо быть приятным для человека, тогда он просто, просто вы достигнете цели. Цель как бы своей вот этой речи, да? Найти точки соприкосновения. Если вы маму в декрете, значит, маму в декрете. Если вы пришли, допустим, на какую-то тематическую вечеринку, да, где собрались одни техники, да, по профессии. То есть однозначно должна быть какая-то история о технике. О технике. Ваша личная история. Вы знаете, однажды я вот был в деревне, у меня там трактор. То есть это точка соприкосновения с этой аудиторией. Если эта аудитория, допустим, компания Арифлэм, вы однозначно найдете точку соприкосновения. Правда? Их просто миллион. Да? И самое главное, конечно, это верить самому в то, что вы говорите. Вранье видно сразу. Сразу. Человек интуитивно это чувствует. Вот как только вы поверили, то есть не надо делать это специальным таким-то навыком. Просто верьте в то, что вы делаете. Это же вы делаете. Надо сомневаться в этом всем. Стресс. Одним из факторов вообще ораторской речи является стресс. Видите, да? Две части. У стресса есть две стороны медали. Одна сторона это когда вы входите и все там просто ааа не трогай меня. Читайте читать статьи о том как стресс влияет на жизнь, как его избавиться. Смею вас заверить, что стресс это абсолютно нормальная ситуация для вашего организма. То есть мы все время находимся в каком-то стрессе. Почему? Потому что когда вы готовите какую-то речь, вы пишете текст, у вас наступает перед тем, как допустим проводить вебинар или выходить на сцену или разговаривать на свадьбе или на поминках и так далее. То есть вы чувствуете волнение. Волнение это естественная реакция организма, которая говорит не ходи туда, не надо тебе это, не надо, я тебе говорю, поверни назад, пойдем, там впереди стресс. А ты помнишь, что было в прошлый раз? Не надо. Вот это волнение, оно дает вам понять, что туда ходить не надо, там впереди стресс. Поэтому есть две стороны медали. Вы можете развернуться и пойти от этого стресса подальше, в зону комфорта и лечь на кровать, да, ну, в зону комфорта, грубо говоря. А можете идти прямо на стресс. что это дает? Это дает неодреналин себя. Это в отеле, в отеле, это дает адреналин, который вам сразу автоматически, вот замечали, да, когда вы волнуетесь, у вас сразу адреналин, сразу ладошки мокрые, ах, все, пойду, кофе попью, пойду, успокоюсь, да, то есть это просто элементарный выброс адреналина. Любой медик вам скажет. Медики езжи, да? Расскажите, что это такое? То есть выброс адреналина. Если его воспринимать как стресс, как ничего страшного, боже, я никогда этого больше делать не буду, оно так и будет. То есть преодоление этого порога не будет, потому что стресс он везде. То есть это выход из вашей зоны комфорта, там везде стресса. Но это не говорит о том, что стресс это страшная такая машина, которая вас покусает и так далее. Вы получите адреналин. И вот тут очень хороший такой поворот я вам предлагаю сделать. Вот я допустим всегда шла на стресс. Потому что не только возможно выбор профессии сыграл роль. Потому что выходя каждый раз на сцену, каждый раз на спектакль, даже если я знаю эту роль на другом языке, не совсем понимая, что я говорю, тысячу раз репетируя, все равно я испытываю волнение. Но я четко знаю, что из-за этим волнением будет адреналин, который дает мне продвижение вперед. И все будет хорошо. Когда вы перешагиваете через этот порог, пройдет 1-2 минуты, вы берете себя в руки. Это защитная реакция организма. По-другому быть не может. То есть не может быть в результате стресса. Это все вот здесь. То есть стресс и продвижение. Идите на этот стресс. Просто не идите на этот свой страх. И тогда будет очень хорошее продвижение. Будет результат. То есть каждый раз выходя на сцену 15 лет, я каждый раз волнуюсь. Каждый раз удивительные вещи. То организм говорит не надо, не ходи. Зачем? Зачем тебе это нужно? Плюс меня еще поймут наверное спортсмены. Есть спортсмены? То есть спорт это исключительно доказание себе, что ты не трамвай. Так грубо говоря, что ты не верблюд. Что я могу, я могу. И самое удивительное, что вот этот навык адреналина он вырабатывается с первого раза. Как только вы преодолеваете себя, как только вы переходите через эту границу стресса и получаете вот тот самый адреналин, который дает вам возможность ощутить вот саму вот эту жизнь. Само отношение меняется, взгляд на себя, на людей. Я смог, а интересно. И тут же возникает привыкание к этому моменту. Вам хочется еще. То есть спортсмены исключительно это вот такие люди, которые всегда идут на стресс. Там где стресс, там я. Поэтому ораторское искусство к чему это все. Ораторское искусство это стрессовая ситуация. Допустим проведение вебинаров наверняка большинство людей из-за стресса не хотят их делать. Я вам скажу это удивительная вещь, что у нас в компании любой человек, абсолютно любой, может взять и провести вебинар. Люди этому учатся, правда. То есть очень много людей в интернете, которые этому обучают. У вас есть такая возможность. Это практика. Это практика ораторского искусства. Берите и делайте. Это ваш стресс, это ваш адреналин, который вас потом будет гнать туда. Туда, за каждым стрессом все больше и больше преодоления себя, и потом в конце вы поймете, что это было правильно. Что только так. То есть стресса бояться не нужно. Наоборот, нужно идти на него. Тогда он просто переходит через этот порог, и все, и ой, как хорошо. Хорош тот оратор, который получает удовольствие от того, когда он говорит, когда он делится, не учит кого-то, есть разница людей. То есть амбиции человеческие и амбиции творческие, да, это две абсолютно разные вещи. То есть если человек получает удовольствие от того, как он говорит, что он наконец-то поделился с вами информацией, представляете, я нашел такую штуку обалденную, он сам, он делится, да, все это добро, так скажем, да, и при этом сам получает удовольствие. Это, собственно, и гонит ораторов на сцену. Итак, одна из техник словесного айкидо, мне очень нравится. Как вам удалось даже и до 120 лет? Да, я просто ни с кем не спорю. Так это ж невозможно. Конечно, конечно, правда. Если человек вам задает провокационный вопрос, допустим, либо провокационный вопрос, либо он говорит, это невозможно. Он выражает свое мнение и он прав. Необязательно при этом давить дальше, да нет, ты не понимаешь, это все неверно, у тебя неверная информация, я тебе сейчас расскажу. То есть вы выигрываете в споре, в результате вы проиграете. То есть вы не добиваетесь цели, которые ставили изначально перед человеком когда начинали с ним разговаривать. То есть есть цель, еще раз повторюсь, у каждой речи есть цель. Поэтому вот такую технику, ее можно использовать в принципе везде. Если человек говорит, это же невозможно. Да, вы слышите в его голосе вопрос. Да, вы готовы сорваться и бежать и говорить, да, я сейчас тебе такое расскажу. Можно использовать эту технику тоже. Используйте визуализацию. Визуализация наша любимая, когда мы пользуемся коллажем мечты. От того, как вы говорите, можно использовать того, как вы воспринимаете вообще публику. То есть она может быть и не такой, но вы ее видите такой. Отсюда возникает сразу автоматически вы по-другому просто не сможете. Если вы видите определенную публику, особенно в нижнем левом углу, то есть отношение к своей речи сразу автоматически становится именем. То есть как технику можно пробовать. об этом просто надо подробнее говорить, но как техника оно есть. По картинке видно, что мы сами выковываем такие части, выпиливаем, вставляем в себя. По-другому как. Волшебные таблетки не существуют, мои любимые фразы. Ее просто нет. Берете навыки, вставляете в себя и идете. Для того, чтобы ребенок, видя вас, он понимал, у меня крутой папа. Он не грет, да? Он крутой, мама крутая, я хочу быть покойным. Для этого надо самих лепить, для того, чтобы быть примером. Потому что, как вы знаете, ораторское искусство это исключительно искусство лидерства. То есть вряд ли вы будете сидеть и слушать часами человека, допустим, в ютубе, набираете что-то, оратора такого, не знаю, Владислава Дандапаса, да, очень мне нравится. То есть вы не будете его слушать, если вы его как авторитет не воспринимаете, если вы не знаете, что он видит, что вы тоже так хотите. Для этого надо лепить себя, брать все возможное. Итак, слова, домашнее задание сейчас немножечко расскажу, да, словесная импровизация. Вот смотрите, вам нужно будет делать каждый день по пять минут уделять дома словесной импровизации. Как это происходит? Вы берете любое слово, ну, допустим, напишите любое слово, немножко поиграем, любое слово напишите, ну, в смысле предмет существительный. Я покажу просто, как это делается радость, да, радость. Вы берете любое слово, допустим, радость, и начинаете словесно импровизировать. Радость такая, сейчас на яблоко, радость такая вещь, она бывает очень-очень красивая. То есть, смотрите, самый главный принцип импровизации, это все, что пришло к вам в голову в данный момент. То есть, это позволяет пройти вот этот вот стресс, когда я не могу начать говорить. Да, вот эти шумы, когда шумы идут, это значит, нет словесной импровизации. То есть, вы начинаете мыкать, вы начинаете подбирать слова. Наверное, учащенное дыхание, это все результат стресса, что вы его проходите. То есть, как въехать сразу? Нужно просто использовать это упражнение каждый день. Заговорите просто, я вам обещаю, если будете это делать. Берем первое, радость. Радость бывает вообще разная. Она бывает розовая, она бывает синяя. Это вообще зависит от человека. Она бывает желтые, ежики бывают желтые. Вообще так же, как и радость. И когда радостный ежик, это вообще просто супер. Да, еще радость бывает, я не знаю, сколько там буквы, рад, ос, 7, 7, ну, не знаю, это не мое любимое число, 8 мое любимое число, оно, как бы, радости особо не приносит, потому что я вот вижу солнце, и вот моя дочь его нарисовала, да, для меня это рад. Яблоко, яблоки бывают разные, они бывают, они бывают большие, у нас вообще в Алма-Ате апорт, апорт лежит, остановлюсь. Самое главное убеждать в том, что это очень круто, то есть это очень круто, яблоко, это круто, убедите, так же, как в фильме, да, продайте ручку. Яблоки, это, это вообще, они бывают разные, они бывают такие зелененькие, они бывают красные, это бывают апорты, они растут на деревьях, на таких деревьях, на елках, они точно не растут, они растут на яблонях точно, на яблонях такие большие деревья, они, они очень важны, и вам обязательно надо их попробовать, потому что они сладкие, потому что они кислые, они, они так неприятно иногда вяжут во рту, да, вот я как-то в холодильнике у меня вот чашка вот лежит, и я прям не знаю, куда девать эти вообще яблоки для того, чтобы вы взяли. Вам это действительно нужно, поверьте мне, это очень, не хотите, если не хотите, то, конечно, я вам расскажу с другой стороны, что такое яблоки, яблоки, они такие, они бывают ненастоящие, представляете, они, да, они бывают железные, они бывают деревянные, они очень хорошо подходят к одежде, допустим, платье из яблок, представляете, это уже, это очень круто, это вообще новое, новое, ноу-хау, можно сказать, восстановлюсь, да, то есть, понимаете, да, то есть, радость, яблоко, карандаш, мечта, дом, смайлики, смайлики, вообще, это вообще, это неотъемлемая часть нашей жизни, ну, правда, бывают таких, видели, да, она улыбающаяся, смайлики, бывают такие смайлики, то есть, все, что приходит, неважно, логическую связь между вашими, да, все, что видите, не знаете, что говорить, смотрите в сторону, я вижу камень, камень, камень с карандашом, как может сочетаться, никак не может сочетаться, потому что камнем можно ударить по карандашу, а вообще камень, он такой же, как карандаш, по сути, и можно убить, и можно всякую ерунду, то есть, это словесная импровизация, которая даст вам возможность, то есть, это упражнение, кто думает, что это ерунда, тот не прав, потому что я проводила очень много вот таких вот, импровизация, это самое веселое, что может быть вообще, то есть, вы берете свой теплый круг, сажаете его напротив себя, пять минут удели мне, ваш теплый круг говорит, ладно, хорошо, давай, давай, а то мне там бежать надо, варить, давай быстрее, скажи любое слово, он вам говорит слово, и вы начинаете говорить, причем, с моментом убеждения, это возможно потом, постепенно в это все въехать, да, то есть, можно говорить вообще, вы просто потом автоматически начнете убеждать его, что ему нужен камень с карандашом, или яблоко, или еще что, то есть, уделите эти пять минут, и будет вам счастье, то есть, это тренинг, словесный тренинг, вы сразу почувствуете, насколько готов ваш речевой аппарат, к тому, чтобы говорить, потом постепенно, вам это настолько понравится, что микроризация, это вообще, ну это наивысший пик просто, катаршизм, вообще актерской профессии, в принципе. Работа с жестами, когда вы что-то говорите, обязательно жестикулируйте, то есть, над этим нужно прям специально поработать, то есть, от внешнего к внутреннему, даже если эти жесты, абсолютно не подходят сюда, даже если вы, говорите что-то, просто применяйте, тело начнет выражать себя, то есть, выражать мысль, которую вы хотите донести, вот ее выражайте, выражайте, не знаю я, это, пусть это будет поначалу монотонно, но потом, оно будет разнообразным, потому что тело приспособится, оно просто поймет, от внешнего к внутреннему, тело начнет двигаться, оно понимает, что здесь ничего страшного нет, стресса нет, все, и вы автоматически начнете выражать все, что чувствуете вместе с жестами, то есть, оно будет автоматически, да, делать паузы, в том, ну, я не знаю, в нашей работе, в голосовых собеседованиях, сделайте это специально, вы рассказали какую-то информацию человеку, вроде, слышите молчить, молчить, повесьте паузу, он автоматически начнет говорить, да, или если вы хотите специально сакцентировать внимание на чем-то, повесьте паузу, а потом скажите, и посмотрите, да, то есть, проанализируйте, скороговорки в течение 21 дня, утром 5 минут, скороговорки, любую, заходите в YouTube, в YouTube, в Google, набираете, скороговорки, от топота копыт, пыль попали, летит, кукушка, капюшон, кукупила капюшон, капюшон, смешон, и так далее, берете 2-3 скороговорки, маленькие, утром, перед зеркалом, когда вы только встали, потянулись, начинали улыбку, с улыбкой, 5 минут, потом начинайте говорить, скороговорки, специально, от топота копыт, пыль попали улетит, на каждую согласную нажимаете, да, почему в течение 21 дня, потому что все знают, что привычка формируется за 21 день, я вам гарантирую, если вы каждый день по 5 минут будете уделять скороговоркам, ваша речь будет идеальна, не подкопаться, комар, лоза не подключить, я прошу прощения, меня слышно? Вот эти выкиды, конечно, на чем я остановилась, на скороговорках, то есть скороговорки в течение 21 дня, 21 день формируется привычка, утром ровно по 5 минут перед зеркалом, вот щетку в руку взяли, нет, сначала скороговорку, от топота копыт, пыль попали улетит, постепенно ее увеличиваем, скорость, понимаете, сначала артикуляционно, вы почувствуете, как ваш ровно станет, потому что это одна сплошная мышца, все время артикуляция, потом придет привычка, будет все идеально, для чего это делается скороговорки? Для того, чтобы понимать, что у вас нет препятствия, между вами, вашей мыслью, и аудиторией, которой вы хотите что-то сказать, нет препятствия, а препятствием является речевой аппарат, которую нужно разработать, да, чтение вслух одной страницы, то есть берете страницу, и четко вслух, каждую букву, каждое слово, четко говорите, да, мышцы, чтобы работали, просто накачать мышцы, и все. И последнее, записать видеоролик с выступлением, ну, так грубо написалось выступление, с некой историей, да, тематической, что конкретно вы хотите, допустим, это будет запись какой-то программы, для своих новичков, да, любая тема, и кинуть его в чат-вип, в чат-вип, в смысле, тот, кто с нашей командой, если нет, в свой вип, обсудите это, то есть очень важно, чтобы у этого ролика была аудитория, не так, что, а может быть, его кто-нибудь посмотрит, надо, чтобы была аудитория, чтобы она посмотрела, и оценила ваше выступление, потому что, еще раз повторюсь, ораторское искусство, это практика, чем больше вы практикуетесь, тем четче, интереснее, харизматичнее вы будете себя вести. С этим понятно, да, с домашним заданием? Это, это будет весело. Жизнь должна быть наполнена позитивом, однозначно, я в этом глубоко уверена. Итак, откуда брать слова? Читаем книги. Как еще говорят, что по тому, как человек говорит, сразу видно, что он читает. То есть, когда вы читаете книгу, происходит автоматическое влияние слов сюда, прямо в голову, да, в библиотеку. То есть, если вы не читаете, ваш просто лексикон нечем пополнять, нечем, неоткуда взять это, просто элементарно. То есть, можно списывать это на отсутствие харизмы, да я просто не умею, просто не время, да я вот сейчас пару лет этим позанимаю, а потом, возможно, и буду вебинары вести, а вот это, а может потом ролик запишу, не будет этого, я вам точно могу сказать. Пока вы не пойдете на стресс прямиком, этого не будет. То есть, лексикон нужно брать из книг. Автоматически используйте те слова, которые написаны в этой книге. Сегодня особо без юмора, потому что интернет. Черт возьми. Вот. На следующих вебинарах я вам расскажу о техниках манипуляций, которые мы используем во время ораторского искусства в хорошем смысле. А также техники актерские, конкретные упражнения, которые нужно будет делать, которые, после которых вы не будете уже прежним. Это точно. То есть, после этого прежним человеку оставаться быть не может. Не может быть. Так, еще попрошу, это последний слайд, пожалуйста, ваши вопросы, если они есть. Пожалуйста, пробуйте импровизацию. Это очень эффективное актерское упражнение, которое я всегда использую и с детьми, и с взрослыми, на мастер-классах. Это дает движение вперед. Даже если вы не собираетесь выступать на площади, как Малковский или как Ленин, с такой агитационной речью, то словесная импровизация вам поможет в нашей работе. Это точно. Вы сможете импровизировать, вы сможете отвечать на любые вопросы, так как вам это нужно, и достигать своих целей. Потому что, еще раз повторюсь, ораторская речь это достижение определенной цели. То есть, действовать словом, как им действовать. То есть, когда вы кричите «Эй!» на том берегу, вы действуете словом, вы не кричите просто «Эй!» то есть, вы не выдыхаете в голову, а вы конкретно им действуете. «Эй!» вы зовете, то есть, глобал под этим подразумевается. Вы зовете «Эй!» в смысле «Иди сюда!» то есть, также нужно действовать словом, когда вы разговариваете. И верить в то, что вы говорите. Это самое главное, потому что это выражение «Вас». Все, вопросов нет. Поэтому, оставляю вас. Спасибо вам за то, что пришли. Спасибо за добрые слова. Это очень важно для спикера, правда. И сейчас предлагаю вам посмотреть ролик. Поэтому уступаю место. Приходите еще. Домашнее, пожалуйста, задание выполняйте, потому что это практика. Ну все, всем пока.